Без проблем, но и по закону осуществлять сделку. Найти данные по недвижимости или земле можно в Росреестре. Для этого ведомства регулярно совершенствуют свою работу, отметили в ходе пресс-конференции. Эксперты подробно рассказали о новой линейной амнистии и расширении возможностей в дачной амнистии 2.0. Альбина Ламкова продолжит тему. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии усовершенствует и упрощает работу в оформлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это, несомненно, повысит уровень защиты жилищных прав граждан на придомовые территории, было отмечено на пресс-конференции. Двери всегда открыты. Мы с удовольствием будем подсказывать, объяснять, как оформлять эти гаражи. Но в любом случае надо начинать с администрации местного самоуправления. После утверждения границ земельного участка постановки на кадастры учет, в том числе с координатами, ложится на плечи наших граждан. То есть ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру для изготовления межевого плана. После изготовления межевого плана постановки на кадастры учет, орган местного самоуправления постановления предоставляет в собственность, еще раз повторюсь, бесплатно данный земельный участок. Порядок регистрации недвижимости продлен и упрощен в законе о дачной амнистии 2.0. Мой список объектов расширен. Хотя в названии закона и фигурируют дачи, перечень объектов, которые под него попадают, уже давно не ограничивается садовыми домиками. Гражданину предлагается комплексное решение. В упрощенном порядке оформить право на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения им. Орган местного самоуправления после того, как выехал на место с комиссией, определил, что он имеет такую возможность, принимает решение о предоставлении в собственность этого земельного участка. И в течение пяти рабочих дней он сам, орган местного самоуправления, обращается в орган регистрации, то есть к нам. И все это обязательно с одновременной регистрацией, постановкой на кадастровый учет самого жилого дома. Введен новый вид документа. Машиночитаемая доверенность – это электронный аналог бумажной доверенности, необходимый для электронной подачи документа. В отличие от бумажного экземпляра, подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя в файле в формате XML. При ее использовании бумажную доверенность предоставлять не надо. Специалисты Росрееста в ходе встречи с журналистами напомнили, что правообладатель также может самостоятельно обратиться в регистрирующий орган для оформления прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Подойти в МФЦ, то есть с заявочным характером написать заявление на получение сведений на свой объект. Если точно знает, указывает кадастровый номер, это как бы в идеале. Если не знает, то адресные характеристики. И определенный госпошлину оплачивает на определенную выписку. Их порядка где-то может быть 10 выписок, чуть больше. Они имеют как бы разный характер и разные сведения. Также сведения можно запросить на портале Госуслуг. В том случае информацию гражданин получит бесплатно и в течение одной минуты. В процедуре регистрации сделок по недвижимости регулярно происходят какие-то изменения. В частности, все активнее идет процесс перевода части операции и документа оборота в электронный вид. Проверить свой объект недвижимости и его судьбу можно через портал Госуслуг.